Здравствуйте! С вами первая студия. Я Александр Крамаренко, главный редактор журнала «Деньги». Сегодня мы общаемся с Андреем Коболевым, представителем правления «Нафтогаза Украины». Говорить мы будем о газе, о том, хватит ли нам его на зиму, сколько он нам будет стоить и обо всем самом важном, что с этим связано. Добрый день! Самое главное, что нас интересует, это хватит ли нам газа на зиму, сколько он будет стоить населению, сколько он будет стоить промышленности, от которой зависит, будет ли это население иметь зарплаты. Нам будет очень интересно знать, что происходит с получением газа из Западной Европы, возможно ли это, сколько мы запасли его залито за теплый период в хранилищах, обо всем об этом. Давайте начнем с того, сколько вообще газа нужно украинскому населению для того, чтобы зимой было тепло, была горячая вода и была электроэнергия. Ну, если мы говорим об электроэнергии, то это уже мы касаемся до всего баланса газа. Это означает, что мы говорим не только о газе для населения, а говорим в целом. По нашим подсчетам, на ближайшие 9 месяцев, если брать потребление прошлого года, Украина должна потребить примерно 36 миллиардов кубических метров газа. Соответственно, для того, чтобы комфортно пройти эту зиму, с учетом того ресурса, который есть газа у нас сейчас, с учетом того, что мы добываем, и того, что мы планируем импортировать из Европы, если мы принимаем за аксиом, что стороны Российской Федерации газ поставляться не будет, то нам надо уменьшить этот объем потребления примерно на 6 миллиардов. Окей, то есть мы должны иметь в руках 30 миллиардов. А сколько Украина добывает сама? 20. А всего за год? Понятно. То есть если за 9 месяцев, соответственно, там типа 3 четверти, это где-то 15. А вот сколько хватит на 9 месяцев, сколько нужно населению для того, чтобы там топились конфорки, чтобы газовые плиты работали, котлы водонагревательные, чтобы было топление в городах, горячая вода централизованная, сколько нужно для населения? Примерно 15 миллиардов кубических метров газа. О, это очень замечательное совпадение получается. То есть мы сами добываем 15 и население отдаем за 15. А вот во сколько обходится этот газ, который мы добываем в Украине сами? Вопрос интересный. А что вы понимаете под словом «обходится»? Во сколько стоит этот газ, когда он отдается теми, кто его добывает в систему? Ну, если углубиться немного в газовую отрасль... А мы не будем углубляться. А это углубление, это нетривиальный вопрос на самом-то деле. Вопрос мой любимый. Отлично. Да. Почему-то у нас в стране многие уверенно считают, что украинский газ это какая-то субстанция, которая примерно бесплатная. И если вдруг она не бесплатная, ну там 10-20 долларов. Это расхожее мнение. Опирается оно на то, что давно же в советское время все уже было пробурено, сделано, и мы только можем пользоваться тем, что вот нам осталось наследство. Мы этим пользовались 20 лет. Пользовались не очень рачительно, поэтому объемы добычи падают. Любая новая скважина, очень дорогое удовольствие. Во-первых, месторождений мало, они уже истощены. Новая скважина, как правило, очень глубокая. Соответственно, если все это вместе посчитать, то вот по нашим оценкам мы выйдем на стоимость, которая близка к 200-250 долларов. Но согласитесь, это полтора раза дешевле, чем то, что предлагает Россия, например. Или даже то, что мы покупаем в Европе. Да, это дешевле. Но в данный момент государственная компания, которая является главным добычком газа в этой стране, к сожалению, продает газ в чистом выражении по цене примерно 30 долларов. Эта цена не позволяет делать новые скважины. Она не позволяет развиваться. Поэтому, да, она позволяет заплатить зарплату тем людям, которые сейчас работают на компанию. Скорее всего, не всем уже. Она позволяет компенсировать какие-то минимальные затраты. И все. Но она не позволяет развиваться. Хорошо. Но если предположить даже, да, там, что не 30 долларов будет эта компания получать, а предположим 100, условно, да? А почему 100? Ну, там, или 150. А почему 150? Ну, вот всегда все говорят, кто возьмет на себя смелость сказать 100, 150, 200, 250, 300? К чему, на что ориентироваться? Ориентироваться нужно, очевидно, на себестоимость добычи. Себестоимость добычи – очень сложная, гибкая концепция. В одном месте, если у вас сверхглубокая скважина, это может быть 400 долларов. В другом месте, где старая скважина, где от ничего не надо, она будет низкая. Тут, на самом деле, у нас есть другое предложение. Оно там не нами придумано, оно банально и очень понятно. Есть цена импортного газа. Предположим, цена российского газа, она не объективна. Мы импортируем газ из Европы, и эта цена относительно рыночная. То есть, компании, которые поставляют нам, конкурируют, определяется цена рынка. Почему бы не приравнять цену газа внутренней добычи к импортной цене и сделать единую цену? Логика очень простая. Почему кто-то считает, что за импортный товар один и тот же? Мы, украинцы, должны платить больше, чем за такой же товар, произведенный у нас. Почему мы дискриминируем своих производителей по отношению к иностранцам? Подождите, недра принадлежат у нас кому? Народу. Отлично. Народ должен с этого что-то иметь? Конечно. Ну, например, как имеет это народ каких-нибудь Арабских Эмиратов или Куэйта? Для этого есть чудесный механизм. Какой? Для этого с той добычей, которая происходит в Украине, государство должно взять большую ренту. Как минимум 100 долларов. Налоги, в смысле? Да, налог. А может долларов даже 150, а в некоторых случаях может и 200. Рент должна быть дифференцирована, чтобы стимулировать в том числе и развитие тех местожни, где очень тяжело добывать. То есть, иными словами, там, где дешево, нужно брать большой налог, там, где дорого. Но чтобы сохранить добычу, нужно брать чуть поменьше. Да, и на самом деле так это работает в тех словах, на которых вы говорите. Эта рента идет в бюджет. Она формирует там огромный финансовый ресурс. И этот финансовый ресурс потом можно перераспределить. Предположим, мне дешевый газ не нужен. Вам, скорее всего, тоже. Тем людям, которые не могут платить, из бюджета должны компенсировать разницу. Сейчас мы всем даем дешевый газ. И мне в том числе. И вам в том числе. Дайте дешевый газ только тем, кто действительно нуждается. А та дельта, которая останется, может потрачивать на что угодно. На больницы, школы, на любые затраты бюджета. Очень красивая схема. Скажите, почему люди недовольны? Может быть, до них эти деньги не доходят? А кто недоволен? В том числе бедные люди. Они говорят, что получить субсидию крайне сложно, что за ними нужно бегать, что и так далее, и так далее, и так далее. Тут как бы, конечно же, это непросто. Конечно же, механизм надо модифицировать, делать его более простым. Мы с этим не спорим. И, к счастью, к сожалению, механизм субсидий не является сферой ответственности нашей компании. Хотя мы с Министерством социальной политики… Поэтому вы легко предлагаете пользоваться субсидием. Нет, мы не легко предлагаем. Мы предлагаем, на самом деле, и мы уже создали эту рабочую группу, где мы в том числе войдем, поможем, как это правильно рассчитывать, подумаем, как эти механизмы можно сделать лучше. Но цена вопроса такова, то есть цена вопроса – это фактически та сумма денег, которую готовы заплатить не бедные люди за газ, и им субсидия не нужна. Так вот, эта цена вопроса, она кардинально больше, она в сотни миллионов раз больше, чем любые затраты на то, чтобы сделать механизм субсидирования работающих. Взять больше людей, сделать какие-то более эффективные инструменты, компьютеры, расчеты, документооборот. Это вопрос желания. И здесь вопрос, что как курица-яйцо. Смотрите, тут есть еще одна история. Господин Ясенюх не так давно сказал, что на субсидии должны получать что-то около больше 30% населения в связи с подорожанием всех этих услуг, увеличение коммунальных тарифов. Как на мой взгляд, субсидии должны еще получать, допустим, малый бизнес. А почему нет? Если сверхвысокие ставки платят за отопление, за горячие воды, парикмахерские, магазины и так далее, то это рабочие места обычных людей. И это наценки, которые платим мы с вами, когда ходим, в том числе и бедные люди. То есть у меня возникает вопрос. Если такое количество людей нуждается в этих субсидиях, если малый бизнес нуждается в этих субсидиях, а он нуждается реально, то может быть что-то не так с субсидиями? Может все-таки нужны какие-то механизмы, чтобы это было автоматически, чтобы люди получали это практически сразу? Ну, например, в тарифах. Да, там вот там заплатил, и сразу ты получил квитанцию на меньшую сумму. Вот как быть с этим? Вот когда слишком много людей вынуждены, ну там, или имеют право на субсидии, возникает вопрос, что-то с ценой не так. Давайте, например, другой пример. Вот вы говорите о самых незащищенных слоях населения. Есть немало людей, которые живут часто в домах. Это какие-то села и поселки, в которые газопроводы не были приведены. Там тоже происходит приготовление пищи. Но это отдельная история совершенно. Это очень та же история, потому что... И там еще больше затрат, на самом деле. Потому что, правильно, потому что в конечном счете это тот же человек, который точно так же каждый день включает комфорку и на газу просто другого типа готовит себе еду. На баллонном? На баллонном. Так вот, даже при том, что цена этого газа субсидируется, вот эти люди уже давно платят рыночную цену газа. Вот цена газа, которая платит, она гораздо выше, чем та цена газа, которую сейчас человек получает в трубе. То есть, уже у нас есть определенная дискриминация. И при этом он еще платит деньги за уголь? Потому что он вынужден цепить? Ну да, отдельное отопление, отдельное... Но если мы говорим просто отдельно о комфорке, вот там... Такого сервиса и такого благо цивилизации, как приготовить пищу на тепловоносителе, она там уже рыночная фактически. Соответственно, у нас уже есть категория людей, которые это делают. Что делать с этим? Мы это и предлагаем. Мы предлагаем сделать единую цену. И если останутся люди, которым действительно, а они останутся, нужна компенсация в разнице в цене, то через механизм ее отдавать. И если это будет 30%, зачем дарить бесплатный ресурс 70%? Если это будет 30%, значит, это будет 30%. Хорошо. Ну, предположим, очень простой вопрос. Сейчас я знаю точно, что в столице увеличили стоимость водоснабжения чуть ли не в два раза горячего. Отопление будет увеличено тоже на очень приличные проценты, без малого в два раза, в полтора с лишним. А вот можно сказать, сколько у нас в конце года, когда будет самый отопительный сезон, когда будут самые большие расходы на все эти вещи, сколько, предположим, будет стоить отопление, ну, допустим, в однокомнатной киевской квартире, либо в Харьковской квартире, либо там где-нибудь в Запорожье? Вот на ваш взгляд. Цены отличаются криминально от региона. Если вы посмотрите на тарифы на отопление в разных городах, они зависят от того тарифа, который устанавливают в этом конкретном городе. Этот тариф во многом, его основной компонент, порядка 80%, это газ. Так должно быть в теории. К сожалению, тарифы образования являются довольно-таки хаотичными. И цена, например, в восточном регионе будет кардинально отличаться от цены в Киеве и в других регионах. Там, кроме того, цены выше. Там разница может быть процентов на 60. А чем это связано? С тем, что нету какого-то, во-первых, единого выработанного подхода к тому, как этот тариф формируется. То есть есть местные власти, которые могут тариф либо сдерживать, либо не сдерживать, компенсируя частично стоимость газа за счет денег населения, а частично за счет средств бюджета. То есть есть некоторая цена газа, по которой газ передается местному предприятию, который генерирует тепло. Вопрос, сколько из этой цены переложить на население, а сколько компенсировать из местного бюджета. Там еще остается другая разница. Это между той ценой, по которой газ продается, и по той ценой, которая нефтегаз его импортирует. Это госбюджет. Предположим. Но хотя бы на сколько процентов нам ожидать повышения цен на то же отопление к концу года? Мы предполагаем, и из того, что мы видели в программе МВФ, что такое повышение цены должно быть примерно 60%. Произойдет ли оно это с тем, что было до этого? Что уже увеличено сейчас? Нет, с тем, что будет увеличено. Или, подождите, у нас с 1 июля подняты тарифы? Да, вот это вот мы говорим об этом увеличении. То есть оно одно, оно произошло, оно вступит в действие с того момента, когда люди начнут топить. То есть это и есть полное увеличение, которое запланировано до конца этого года. То, которое сейчас произошло. И то есть то, что в Киеве увеличилось на 60-70-80% тарифы, это примерно настолько же в процентном отношении увеличится и в других городах. Да. То есть мы можем посмотреть свои платежки за прошлую зиму, добавить туда, условно говоря, процентов 80 и получим то, что мы будем платить потом. Окей. Чуть меньше, я думаю. Чуть меньше, допустим. Что делать тем, у кого доходы не росли, а затраты эти выросли? Им бежать куда-то надо, получать субсидии, оформлять их как-то. Что им делать? В первую очередь это субсидия. От нее никуда не деться. Но всем нам надо бежать немного в другую сторону. Мы должны себе задать вопрос, почему так дорого это получается. Если мы говорим, что есть некоторая цена газа, которая объективна, она везде такая. Она такая же в Польше, она такая же в Германии. В Германии, кстати, ниже, чем в Украине, да? Импортная цена газа со стороны Российской Федерации в Германии одна из самых низких в Европе. Это общеизвестно. Но конечная цена, по которой тепловые предприятия Германии потребляют газ, она выше, чем у нас. Она кардинально выше, чем у нас. Тем не менее, эта цена есть. И от этого никуда не деться. Вот важный момент, который мы пытаемся донести. Что нельзя себя обманывать, что где-то кто-то кому-то подарит что-то. Нет, понятно, что не подарили. Можно это я закончу? К чему я это веду? Если при этом мы видим, что платежка очень большая, может мы что-то неэффективное используем? Вот предположим, цена бензина. Мы же все ездим на машину. Она у нас примерно европейская. И как-то с этим начинают люди жить. Меньше есть больше экономить или машина более эффективная? Тут есть очень интересный нюанс. Люди не могут сделать однокомнатную квартиру меньше. Или даже двухкомнатную квартиру не могут сделать меньше. Обеспеченность квадратными метрами в Украине точно намного ниже, чем в Европе. Это не секрет абсолютно. Большинство из них все, что могли, уже сделали. Они поставили металлопластиковые окна со стеклопакетами. Многие поставили счетчики газа. Вопрос по поводу горячего водоснабжения. Ну, я не могу повысить эффективность котлов на котельной. Это не моя котельная. Это проблемы, в общем-то, городских властей. Либо этого теплокоммунэнерго, который там это делает. Дырки в трубопроводах от моего дома до котельной тоже, ну, как-то я не очень могу на это влиять. А вопрос в другом. Здесь получается такая история, что мы не особо можем экономить этот газ. То есть, на самом деле... Да? Каким образом? Давайте мы просто перемещаем систему на тему. То есть, есть газ как газ. Вы потребляете газ в комфорке, либо на колонке. Либо, возможно, у вас дома стоит индивидуальное отопление. То есть, вы являетесь потребителем газа. Очень простой вариант. У меня есть централизованное отопление и стоит газовая колонка. Я думаю, таких квартир в Украине очень много, наверное, большинство. Очень много. Вы, соответственно, являетесь потребителем газа напрямую. Являетесь потребителем газа через тепло. В первой части экономить, зазор по экономии мы считаем крайне невелик. Самый большой зазор по экономии в потреблении газа, как газа, это отопление домов. Если уж мы говорим о Европе, то очень часто там переходят на либо другие энергоносители. Это те же деревянные пилеты, котлы твердотопленные. Нет, давайте вернемся к газу. Пусть будет газ. Да, давайте вернемся к газу. Но самый большой резерв экономии находится в газе, как тепле. Когда у вас горячая батарея, то есть предприятия теплокоммунэнерго, которые греют дома. Так мне что, отрезать теплокоммунэнерго, которое непонятно как тратит газ и ставит себе газовый котел отопительный? Для начала, мне кажется, неправильно абстрагироваться от теплокоммунэнерго. Это же тоже часть нашего общества. Это же тоже компании, которые работают с нами. А кто на них может влиять? На них может влиять комиссия по регулированию их услуг. Для этого есть законодательство, для этого есть другие органы государственной власти. Но давайте... Это слишком далеко от меня, от обычного человека. Это не очень далеко, на самом деле, от вас. То есть куда я должен прийти и сказать, ребята, сделайте что-нибудь с теплокоммунэнерго? Для начала надо сделать у себя дома. Ну окей, дома уже все сделано. Дома далеко не все сделано. Например? У вас стоит регулятор на батарее? Да. Поздравляю. Вы редкое исключение. У большинства людей его нет. Второй вопрос – это дом. Огромные потери тепла происходят на пути транспортировки тепла от входа в дом до квартир. Это подвалы, это трубы, это незакрытые стеклами общие помещения. У нас в доме кондоминиум, там все утеплено. Отлично. Второй вопрос – это трубы, которые идут к вашему дому. Это уже не ваша ответственность, но за счет… Пять порывов за прошлую зиму. Пять. Это надо ремонтировать. Кому? Кто будет стучать по голове теплокоммунэнерго, скажите? Киевский МЭД? Начали стучать мы. Ага. Вот мы начали стучать путем отключения их от газа. Совсем недавно. Это действует? Ну, посмотрим. Хорошо. У нас осталось совсем немножко времени. Скажите очень простой алгоритм. То есть по поводу того, что нужно ставить регуляторы на батарее, нужно лезть в подвал, смотреть, чтобы не было потерь тепла, просто посмотреть, что в доме происходит. Банально, может быть, обновить утепление на чердаке. Почему нет? Есть еще один инструмент, как можно стучать вам, как потребителю. Да. Надо поставить на дом счетчик тепла. Входной. Входной. Ставить счетчики тепла на каждую квартиру нецелесообразно. А сколько стоит примерно это удовольствие? Это на счетчик на дом будет стоить порядка 20-30 тысяч гривен. Это прилично. Это приличная цифра. А кто может заплатить за это? За это, скорее всего, должен платить УСББ, который управляет вашим домом. А можно получить УСББ, чтобы получил какой-то кредит на это, чтобы мы там не сразу выложили? Мы над этим работаем, чтобы такие кредиты давались. Но, возвращаясь к вопросу стучать, вы просто постоянно перескагиваете. Понятно, что все пути, они непростые. То есть, вы говорите, вот я говорю счетчик, вы говорите, а где кредит взять? Понятно, что все вопросы надо решить. Но не решая эти вопросы, ничего не поменяется. Хорошо. И еще один вопрос, к которому все-таки хочется вернуться. Человек, обычный человек, в доме, где, допустим, нет УСББ, а таких много, и в Киеве, и в регионах, особенно их много в регионах, где люди чуть медленнее все эти штуки делают, он получил слишком большую платежку. Он понимает, что его текущих доходов явно не хватит. Куда ему обращаться за субсидией? Это местный механизм. Есть процедура, которая сейчас упрощается. Он должен прийти в местный ЖЭК, получить документы и оформить субсидию. То есть, он идет в ЖЭК и спрашивает, как мне это сделать? Ему там все объясняют. Да. И эта процедура сейчас должна быть кардинально упрощена. Если вам интересно, я сам пытался пройти по этой процедуре. Она действительно очень сложная. Я бы это говорил с самого начала. И она действительно требует серьезных изменений. И это один из запросов, который сейчас надо поменять. Но, опять же, есть и другие аргументы. Мы слышим аргументы от некоторых людей, что какая бы ни была простая процедура, вот мне некомфортно ее проходить. Мне некомфортно. Звучат фразы, это меня унижает, это неправильно, так быть не может. Но, к сожалению, другого пути его и не придумали, и его, скорее всего, нет. Это единственный путь, который возможен. Наша задача сделать его короче, проще, эффективней. Но другого пути не будет. И очень короткий вопрос, который мы зацепили с самого начала и отложили в сторону. Вы говорили, что Украина за ближайшие 9 месяцев должна, ну там, собиралась потреблять порядка 36 миллиардов кубометров. А надо бы, чтобы эту цифру снизить до 30. Вот эти 6 миллиардов откуда они возьмутся? Это экономия. На чем? Промышленность. Потребление тепла и экономия конечными потребителями газа. Промышленность 30%, тепло 30%, частные потребители 10%. Это те цифры, которые были доведены до областных администраций и мониторинг которых мы начинаем в следующем месяце. То есть, если я понимаю ситуацию правильно, нужно сейчас пойти выяснить процедуру получения субсидий. Те, кто ожидает, что у него платежки окажутся слишком для него тяжелыми. Нужно постараться утеплить дом, подъезд, окна. Если удастся поставить входной счетчик на дом, тепла. Кроме входного счетчика, мы эту тему не закончили, необходимо еще понять, как распределять потери тепла между квартирами. Есть простой способ, это метраж. Пропорционально? Да, пропорционально. Оно не стимулирует людей экономить каждому, если все равно. В чем главная проблема услуги теплоподачи? Она нерегулируемая. То есть, даже если вы будете индивидуально у себя регулировать батарею, это в ваш счет не поменяется. Он поменяется в какой-то небольшой части, которая касается экономии, которая перераспределится на весь дом. В идеале система должна в том числе контролировать, сколько тепла потрачено в каждой квартире. Для этого не мы придумали, есть гораздо более простые счетчики, которые позволяют примерно учитывать для перераспределения тепла в доме. Это более сложный процесс. Это, наверное, не этот год, но его тоже начинать. Ну что ж, мы поговорили о том, как мы будем экономить на газе, хватит ли нам его, сколько он нам будет стоить. Большое спасибо вам, Андрей Коболев. Вы представляли здесь «Нафтогаз Украины». Тот самый «Нафтогаз», который нам дает газ в нашей квартире. Спасибо. Спасибо.